Ситуация во втором по величине городе Ульяновск области под личным контролем губернатора. С этих слов Алексей Русских начал еженедельный штаб по комплексному развитию региона. В топе проблем – дороги, благоустройство, общественный транспорт. Следить за наведением порядков будут два куратора из облправительства. Первый зампред правительства Марина Алексеева и зампред Евгений Лазарев. Например, ремонт школы номер 11. Закончить к первому сентября так и не успели. Я дал поручение Евгению Александровичу Лазареву подключиться к решению этого вопроса. Срок окончания не больше двух недель. Дети должны учиться в хороших современных условиях. Также обратили внимание на небезопасные в некоторых местах школьные маршруты и состояние дорог. Обсудили на штабе финансовую составляющую. За 8 месяцев этого года наблюдается рост доходов муниципальных образований. На 13% выросли налоговые и неналоговые доходы. Кроме того, растет и поддержка федерального центра. Общая сумма доходов областного бюджета составила 58 млрд 915 млн рублей. Это почти на 4,4 млрд больше по сравнению с 2022 годом. Расходы были профинансированы в сумме 59 млрд 830 млн рублей. Из них государственными программами было профинансировано почти 94% всех расходов. В стране и регионе начался учебный год. Более 130 тысяч школьников региона сели за парты. Для них открыты учреждения дополнительного образования, а также кванториумы, точки роста и IT-куб, чтобы дети смогли заниматься робототехникой, информационными технологиями, биологией и многим другим. У родителей учеников возникли вопросы к Ульяновскому лицею номер 11. Якобы в школе не завершили ремонт пищеблока, а спортзал завален мусором. На это дала комментарий глава Министерства просвещения Наталья Семенова. Ремонт сделан очень хорошо. Дети питаются. Но действительно в спортзале была старая мебель из пищеблока, которую, к сожалению, в выходные не успели вывезти. В настоящий момент все это вывезено. И я позволю, Алексей Юрьевич, буквально несколько комментариев родителей. Родители пишут, сейчас по нормам, надо на улице физкультурой заниматься. В чем проблема? Не видим проблемы. На заседании штаба Алексей Русских заявил, что начато субсидирование речных рейсов в Казань на Метеорах. Расстояние по воде между городами составляет 217 километров. Время в пути – 4 часа. Стоимость билета для взрослого – 1500 рублей. При этом себестоимость перевозки одного человека при загрузке в 70% – 4800 рублей. Разница и будет компенсирована Ульяновском и Татарстаном. Кстати, в перспективах значится расширение маршрутной сети до Самары, Нижнего Новгорода и Чебоксар. Заполняемость рейсов, которые уже прошли, близка к 100%? Алексей Юрьевич, пока нет. Рейс накатывается. Порядка 40-50% загрузка. Но мы, безусловно, наблюдаем увеличение для еженедельных пассажиров. И в следующем году мы планируем выйти на пассажиропоток порядка 30 тысяч пассажиров между Ульяновским и Казанем. Тем временем медицинские организации готовятся к эпидемиологическому сезону. На данный момент к приему больных готовы 26 инфекционных отделений, 364 койки и 40 инфекционных кабинетов. Анна Тищенко, Управда, ТВ. Анна Тищенко, Управда, ТВ. Управда, ТВ.